Видео создано при поддержке мастерской удивительной игрушки. Amazing Toys, всегда в наличии и на заказ связаны игрушки крючком. Контакты для заказа в описании к видео. Добрый вечер, с вами проект «Разговор о главном» и у нас в гостях сегодня учитель Ольга Александровна. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуй, Лера. Расскажите о себе. Какой предмет вы преподаете и как долго вы в профессии? Я преподаю русский язык и литературу. По профессии работаю четвертый год. Я оканчиваю одиннадцатый класс и перед всеми выпускниками встает вопрос, какой вуз выбрать. Расскажите, как вы пришли к выбору профессии учителя? Все очень просто. Моим любимым предметом в школе был русский язык. Плюс у меня был такой наставник, который меня вдохновлял. Это Нина Васильевна, моя учитель русского языка и литературы. И по совместительству она была классным руководителем. Мне почему-то тоже захотелось быть как она. В каком городе вы учились? В Ростове. Сначала я поступала в РГПИ. Это было заведение Ростовский государственный педагогический институт. А уже оканчивала его, когда он стал Южным федеральным университетом. Когда во время учебы вы проходили практику? Вы проходили ее в сельской школе или в городской? Я проходила в сельской школе. Причем я пришла в ту школу, которую я оканчивала, третью, в которой сейчас работаю. Отличаются ли сельские ученики от городских детей? Ну, мне как бы сравнивать не с чем, потому что я только на практике была в сельской школе и работая в сельской школе. Ну, не могу ответить на этот вопрос. Мне не с чем сравнить. Скажите, как заинтересовать ученика в предмете? Ну, я думаю, это должен быть нестандартный подход к преподаванию. Как-то по-интересному, допустим. Иногда своим ученикам я разрешаю быть учителем на моих уроках. То есть они сами подготавливают конспект, то есть становятся мной. Вы же сейчас продвинутое молодое поколение. Вам же вообще ничего не страшно. Вы такие молодцы. С интернетом на «ты». То есть вы можете сами добывать себе информацию. Если в мое время, когда я училась, помимо учебников, вообще ничего больше не было. И дополнительной литературы у нас такой не было. А у вас сейчас большая возможность. Поэтому, мне кажется, вы сейчас даже более грамотней, в каком-то смысле, чем мы раньше были. Сдавали ли вы ЕГЭ? Нет, я не сдавала в школе ЕГЭ, потому что как раз на тот год, когда я сдавала, это были еще эксперименты. То есть нам дали право выбора еще ученикам. Либо сдавать традиционным способом, методом, либо ЕГЭ. И так как было еще страшно, поэтому я сдавала традиционно. Как вы считаете, знания ребенка лучше проверить через тесты ЕГЭ или в устной форме экзамена? Я считаю в устной форме, потому что так ты прослушаешь речь ученика, грамотность. А если тесты, если он не знает, то поставить наугад. И, мне кажется, эти знания так не проверишь. Если бы вы стали министром образования в Российской Федерации, что бы вы сделали? В первую очередь я бы отменила ЕГЭ, ОГЭ. Учителям отменила бы ненужную бумажную работу, которая занимает все основное время. Некогда из-за нее учить учеников. Нет, ну серьезно, я бы упростила экзамены. Потому что дети испытывают стресс, сдают в основном ЕГЭ, ну и ОГЭ в другой школе. То есть ученик от этого уже испытывает больше стресса, потому что не в своей школе, не со своими преподавателями. Он то, что знает, может там от страха забыть. Правда ли, что сегодня дети допускают очень много орфографических ошибок? О да, очень много и орфографических, и грамматических, и пунктационных, всех возможных. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, я считаю, это связано, во-первых, с тем, что дети сейчас очень мало читают, и очень много сидят в интернете. То есть они там не учитывают, считают, что можно не ставить ни знаки пунктуации, и не обязательно писать правильно, потому что там оценку им никто не ставит. Там еще зависит все от ученика. Да, потому что как бы ты не распинался, допустим, я, ну в основном, чаще всего я подготавливаю уроки, сейчас, благо, интернету, всевозможные сценарии урока, как сейчас называется. То есть, если одним интересно, они буквально с открытыми ртами сидят, слушают тебя, и тут же могут запомнить то же самое простейшее правило, хоть ты в стихах рассказала, или они сами его вывели, то другой ученик, ты хоть на голове там стой, он тебя не поймет. Ну, конечно, стараюсь дополнительно объяснять. Замечаете ли вы, что ученик списывает домашнюю работу с интернета? Конечно, готовые домашние задания, их видно сразу, во-первых, там грамотность отсутствует, в основном задания все выполнены неправильно, иногда даже там те слова, которых нет у них в задании в учебнике, и алгоритм выполнения, допустим, какого-нибудь разбора, морфологического, неважно, синтаксического, то есть, видно, что они списали, не так, как мы это делаем на уроке, не так, как их учила я. Я тут же открываю, показываю, откуда они это списали. Какие качества вы цените в учениках? Трудолюбие, усердие и чувство юмора. Можете ли вы, как учитель, принять критику от ученика? От ученика? Нет, навряд ли. Сейчас много говорят о том, что система образования в России несовершенна. Она накладывает большую нагрузку на ребенка, как, например, ЕГЭ. Согласны ли вы с этим мнением? Я согласна с этим мнением, да. Почему это происходит? Потому что дается большой объем по каждому предмету. Каждый урок — новая тема, то есть не успевают закреплять пройденный материал. Еще к ЕГЭ очень нужно тщательно подготавливаться. Посещают дети сейчас репетиторов, ни одного, ни два, нескольких. Какова ваша педагогическая философия? Интересный вопрос. Так сразу на него, конечно, не ответишь. Но я считаю, что нужно быть ученику, другом в первую очередь. Есть ли у вас в классе любимчики? Нет, любимчиков у меня нет. Потому что каждый ученик индивидуален, каждый особенный. У меня все любимчики. Скажите, пожалуйста, ваше любимое стихотворение. Это стихотворение Сергея Александровича Есенина. Что значит для вас быть учителем? Для меня быть учителем значит в первую очередь находиться с детьми, с молодежью, вдохновляться ими и также вдохновлять своим опытом, своими знаниями детей. Был ли в вашей жизни человек, которого вы можете назвать главным учителем? Да, это мой учитель русского языка и литературы, моя классная руководитель Нина Васильевна. Все от нее пошло. Почему? Потому что она очень интересно преподавала свой предмет, могла заинтересовать ее, что на русском языке было интересно слушать, что на литературе. Разбирали мы произведения. То есть мы не просто пересказывали, а анализировали. Она учила нас думать, размышлять. Я думаю, у каждого преподавателя был такой ребенок, который не хотел учить его предмет. У вас было такое? Нет, у меня такого нет, потому что у меня такой предмет, что его хочешь, не хочешь, а учить надо. Почему современный ребенок не может обойтись без репетиторов? Потому что в школе в связи с ЕГЭ у них большая нагрузка в связи с программами. Каждый урок – это новая тема, и не каждый может усваивать. Поэтому приходится дополнительно заниматься. Какими достижениями учеников вы гордитесь? Мои ученики участвуют во всевозможных конкурсах, таких как «Живая классика», на районный уровень выходят, в олимпиадах, занимаются призовые места. Помните ли вы свой первый урок в роли учителя? Это сложно. Вот честно, не помню. Вы волновались, наверное? Кстати, нет. Вообще не волновалась, и поэтому я не помню. Были ли у вас периоды, когда вам хотелось уйти из школы? Иногда. Это был первый год работы моей в школе, потому что все было новое, тяжело. Работа с детьми, с родителями непосредственно. Поэтому иногда были стрессовые ситуации. Планируете ли вы продолжить обучение? Повышение квалификации, например? Ну, квалификацию мы повышаем учителя каждые три года. Да, вот я планировала поступить как-то в магистратуру, но, к сожалению, не исполню я свою мечту пока на данный момент, потому что у меня большая загруженность на работе. У меня нет возможности и подготавливаться к урокам, и еще и самой получать новые знания. За что хватает зарплаты учителя? Да, мне кажется, зарплаты любой ни на что не хватает, не только учителя. Сколько бы ни зарабатывал, и в любой профессии, ее всегда мало. Если вам предложат работу в другой сфере, более высокооплачиваемую, вы согласитесь? Ну, если она будет связана с детьми, и действительно будет интересно, то почему бы и нет? Нужно не стоять на одном месте, а развиваться. Главный плюс и главный минус в работе учителя? Главный плюс – это, конечно же, дети. Находясь с ними, всегда молодая остаешься. А минусы, конечно, это очень много лишней бумажной работы. Ждете ли вы летних каникул? Да, я жду летних каникул. Все учителя в основном ждут каникулы больше, чем сами ученики. Скажите несколько советов тому, кто решит поступать в ПЕД-институт. Во-первых, терпение, сил. Во-вторых, нужно быть готовым к тому, что ученики и родители разные. И к каждому нужно будет находить индивидуальный подход. То есть, что свойственно одному, не свойственно другому. Спасибо, Ольга Александровна, что пришли к нам на интервью. Спасибо и вам, что пригласили меня. С вами была Валерия, и это «Разговор о главном». До новых встреч!